всем привет кто добрался до последней лекции сегодня мы закончим но на самом деле к последней лекции только и начинаешь понимать что материал на самом деле бескрайнее множество и можно пахать и пахать и может даже чуть-чуть где-то придется скомкать и начать ну вернее так скомкать и закончить раньше чем хотелось бы вот ну что успеем то успеем давайте я напомню что на прошлой лекции я начал разговор о том как устроены диа и депенденции инжекшн да ди контейнеры в принципе как они могут быть устроены и в частности вот spring я и он работает именно по такому способу мы даже писали свой собственный на коленке маленький идеи чтобы понять что нет никакой здесь магии ничего такого сверхъестественного не происходит обычное сканирование при помощи рефлексии чтение аннотации и инструментовка объектов то есть мы начинаем создание объекта потом у нас имеется фаза конфигурации объекта у нас есть много всяких конфигураторов каждый из которых что-то приносит к этому объекту что-то с ним делает там у нас происходит фаза инициализации когда у нас происходит запуск и инициализирующих методов но которые обычно мы помечаем аннотации пост констракт мы сейчас еще к этому вернемся и наконец на третьей фазе у нас после пост констракта мы еще как матрешку в несколько слоев наш объект начинаем заворачивать заворачиваем мы его в прокси и это делается для того чтобы делается это для того чтобы у нас появила появилась возможность делать всякие аспектно ориентированные штуки чтобы имелось возможность перехватывать вызовы методов объекта и как-то влиять на поведение объекта когда вызываются его методы сейчас мы еще раз это все к этому вернемся вот это диаграмма которую сейчас вы видите на экране я ее несколько раз покажу на слайдах чтобы она у вас уложилась в голове и моя я уверен в том что если вы эту диаграмму в голове уложите эту последовательность то вы со спрингом проблем в дальнейшем иметь не будете потому что вы как бы фундаментально то как он работает будете понимать и дальше уже дело техники и чтение документации со всеми остальными штуками которые в спринге там подсоединяются и так далее окей в прошлый раз я остановился на том что рассказывал какие существуют вообще виды и и инжекшена до филд инжекшен конструктор инжекшен сеттер инжекшен и и лукап инжекшен и рассказывал какие какие достоинства недостатки у каждого когда какой имеет смысл использовать кто пропустил или забыл смотрите слайды прошлой лекции они там все подробно расписано сейчас вопрос вот какой довольно часто кстати говоря встречающийся окей вот допустим у нас имеется некий интерфейс и у него сразу несколько реализации и мы хотим заинжектить в наш класс вот фу допустим а имплементацию интерфейса бар и пишем аутовайрд и значит пожалуйста заинжектим что же делать если в процессе сканирования спринг нашел сразу несколько подходящих кандидатур сразу несколько компонент которые реализуют вот этот вот интерфейс довольно часто встречающаяся штука и вот по умолчанию если вы попытаетесь просто вот так вот но дурачка сделать вы получите ошибку ошибку которая говорит что мы вот ожидали подобрать одну единственную кандидатуру а подобрали аж целых три понятно что ошибка будет если они не подберут ни одной а другая ошибка их слишком много тогда их больше одной тогда тоже автовайрд не работает потому что автовайринг это довольно тупая операция просто смотришь что подходит по интерфейсам если подошлась одна единственная альтернатива он ее и подпихивает если не подобралось ни одной или больше одной то без каких-то подсказок работать не будет но тут есть некоторые тонкости которые но надо знать понимать для практической работы посмотрите на этот слайд как вы думаете но тут все написано на самом деле мы вот за автовайрили здесь картинка здесь такая же как как на предыдущем слайде то есть у нас имеется bar one bar 2 и bar 3 классы вот это вот не за автовайрилось а вот это вот за автовайрилось как вы думаете почему кто-нибудь размьетесь и скажите ваша гипотеза по названию переменной абсолютно точно да то есть вы заметили что здесь название переменной совпадает с названием класса на самом деле в конце прошлого занятия говорил что каждый бин он имеет еще свое название такой строковой айди в спринге и если вы не задали это название явным образом то оно берется либо из названия класса если над ним стоит собачка компонент ну или какой-то другой просто он первую букву приводит к lowercase либо из названия геттера в там где у вас configuration вот там где у вас стоит бин там get bar вот опять же он возьмет откинет слова get первую букву возьмет маленькую это будет название бина и вот здесь вот как бы неявным образом так как у нас название переменные вот такой вот бар 1 он подставит сюда бар один понятно что эта история она довольно хрупкая она довольно как это вот не явная магическая такая это вот то чего хотелось бы избегать на самом деле потому что вы можете очень легко переименовать какую-нибудь класс но при этом не переименовать переменную у вас перестанет работать будет непонятно чему не работает в общем это довольно хрупкая штука Вы можете привязать явно по имени, то есть сказать afterwired, а вот здесь вот покажи мне квалифайр, и вот в квалифайре уже имя бина, но имя бина это штука, которая привязана ко всем бинам, она там существует, и поэтому вы можете ее указать. Но опять же, это строка, это не очень ложится на рефакторинг, и тут надо быть осторожным. Есть еще одна затычка, я это все рассказываю для полноты картины, потому что это любят спрашивать на собеседованиях, это действительно встречается на практике, но я сразу говорю, что я вот от таких подходов не в восторге, лучше их избегать. Если у вас есть несколько имплементаций, вы можете помечить одну из имплементаций как primary. Ставите такой костыль или флаг над одной из имплементаций, primary, вот ее подпихивай, если ты хочешь заавтоварить одну конкретную. И в этом случае, да, тоже она заработает, но вы же можете поставить primary над двумя, и тогда оно не заработает. То есть если вы поставите, значит, раньше у нас была проблема, что у нас есть несколько имплементаций одного интерфейса, мы можем ее решать с помощью аннотации primary, но тогда у вас возникает проблема, а что если у нас несколько аннотаций primary, то есть оно опять же не заработает. Но тут есть как бы утешение некоторое в том, что Spring весь этот автоваринг делает на старте, поэтому проверить, заработает оно или нет, очень просто. Надо программу запустить, она либо запустится, и значит все заавтоварилось, либо она упадет, и вы об этом узнаете рано. Но за исключением, конечно, если вы там лейзи-бины какие-нибудь, вот тут у вас вообще могут быть проблемы. Но гораздо чаще, чем вся эта история с неймингом, с квалифайерами и с primary, гораздо чаще нужен другой подход, который часто используется, который как раз-таки хорош, который является хорошим паттерном, который довольно надежен и вообще прекрасен. Он во многих случаях помогает. А давайте заавтоварим вообще все, что есть. То есть на самом деле мы можем написать автоварить там бар-бар, и он будет искать одну единственную имплементацию, но если мы напишем вот так вот, то это сработает в любом случае, и он нам заавтоварит некий список, и в этом списке будет все, что есть для имплементации данного интерфейса. Нет так нет, один так один, много так много. Это прям здорово, потому что вы можете, ну, допустим, это же какой-то сервис, который делает нечто, у которого там есть метод какой-нибудь, do something. Вы можете пробежаться по этому списку и каждому сервису попросить сделать что-то. Часто такое бывает нужно. Ну, где еще такое бывает нужно? Когда плагины какие-нибудь вы делаете к системе. Вот вы хотите, чтобы система была расширяема плагинами, и вы заставляете каждой плагиной имплементить какой-то вполне определенный интерфейс. Эти плагины, они могут быть непосредственно в вашем коде, но все равно они будут декапл, отвязанные от вашего ядра. Либо вообще отдельными джарниками, так чтобы класс-пад, чтобы Spring их видел, подкладывать. И тогда в процессе старта он поймет, что у нас есть, и опа, волшебным образом затащит все. Если вы попросите мап SpringBar, то это будет мапа, только в качестве ключа у нас будет выступать имя бина. Вот. Следующая история. У нас мы можем впрыскивать, вообще говоря, не только бины, но и что-то попроще. Но что попроще? Просто конфигурационные какие-то настройки с конфигурациями. То есть мы можем указать некий там property source, допустим, к каким-то пропертям. И при помощи не автовайр, а при помощи собачка value указывать какие-то свойства, какие-то строки, какие-то инжектить, какие-то настройки, которые вы можете прописывать, конфигурируя вашу программу. Вообще говоря, и Spring, и в особенности Spring Boot, они добились колоссального, как вам сказать, колоссального прогресса в области конфигурирования именно программы. То есть сейчас, когда вы работаете со Spring Boot, вам достаточно положить там файл application.yaml рядышком с вашим джарником, и все автоматом из application.yaml затянется. А если вы работаете в каком-нибудь Kubernetes это запускаете, то вы в том же Kubernetes делаете какие-нибудь конфиг-мапы, и Spring Boot приложения, они все это понимают, они могут из этих конфиг-мап все это читать, и каким угодно способом, или через командную строку, или через environment переменный, в общем, передать какие-то параметры в вашем приложении, вы можете сотни разных способов, и Spring Boot вам это очень здорово помогает. Теперь еще раз про инициализацию. Как мы помним, конструктор вот здесь, вот когда создается, он ничего не знает про инструментовку. То есть мы создаем голый объект, и те поля, которые не инжектятся через параметры конструктора, они, да, они не будут заполнены. Вот. Ну и всякая конфигурация, которая здесь происходит. Соответственно, если нам нужно сделать с объектом что-то, уже гарантированно зная, что все поля у нас заинжекшены, что все, инструментовка вот эта вот проведена предварительная, у нас имеются методы постконстракт. И Spring дает возможность двояко объявить это дело. Во-первых, вы можете повесить постконстракт над вашим методом. И, ну, это если вы сразу пишете программу, которая будет работать в Spring, это если это ваш кол. Но иногда в классе аннотацию нельзя навесить, например, если это класс какой-то библиотечный. То есть Spring, он всегда дает возможность неинвазивно как бы подсоединять код какой-то, ну, например, это библиотечный код или какой-то код, которым вы не владеете, и вы не хотите, чтобы он знал вообще про существование Spring. Тогда вы можете это сделать неинвазивно. Если у вас имеется создание бина через configuration class, через метод, аннотированный собачкой bin, то в бине есть вот такой параметр init-метод. Там вы его можете указать, он будет выполняться в качестве init-метода. Еще одна вещь, симметричная инициализация есть, это финализация. На самом деле, когда команда, если программа завершается, то есть она получила сигнал на завершение, то вот этот наш контейнер, Spring DI контейнер, он начинает сигналить своим бинам, что все заканчивается, давайте мы сворачиваем лавочку. И каким образом это сигналивание происходит, вызываются при destroy-методах. То есть это вызывается один раз, вызывается при штатном завершении программы. Это никак не связано с деструкторами или со сборкой мусора, или с финалайзом, как в Java, это просто история, которая происходит, когда контейнер выключается. И он по бинам бежит, и те бины, которые определили предистрой-методы, они могут что-то в этом предистрой-методе вызвать. Но это не так часто используемая штука, потому что нет никаких гарантий, в общем-то, что этот предистрой-метод будет вызван. И поэтому полагаться на это прям железобетонно нельзя. И работает это симметрично. То есть вы либо можете сделать аннотацию при дестрой, либо, если навесить аннотацию нельзя, то у вас есть дестрой-метод в аннотации bin. Вы всегда можете с помощью обычного new создать объект и потом параметры вот эти указания. Теперь последняя история про чистый Spring, которую я хотел бы рассказать. После чего я покажу пример кода, после чего я вам покажу Spring Boot пример. Предположим, что мы хотим делать перед началом и после завершения метода какого-то, или всех методов с определенным названием, или всех методов в определенном пакете, чтобы трейсинг выводился в лог его названия и штамп времени. И пусть у нас имеется там типичное такое интерпрайзное приложение. 500 классов, в каждом по 5 методов. Значит, у нас 2500 мест, где мы хотим устроить трейсинг. И это значит, что сам по себе код там он простой. Да, там log.info там или log.что-то. Ну, как простое. Нам нужно уже саму переменную логера тоже определить в каждом из этих 500 классов. Потом надо еще 5 методов вставить вот это. И получается такая гигантская копипаста. И получается, что у нас код раздувается. И получается, что мы обязательно какой-то из методов забудем. И получается, что у нас грязный код, потому что у нас в методах бизнес-логика, а тут у нас какой-то служебный код, который занимается трейсингом. Другой вариант. Мы делаем какую-то систему, которая определяет распределение прав доступа. И опять же, мы хотим, чтобы определенные методы, они вообще говоря вызывались только в том случае, если текущий контекст выполнения имеет право вызывать данные методы. Ну, по какому-то правилу. А если не имеет, чтобы там exception выбрасывался, типа insufficient rights. Опять же, это нам эти ифики проверки вставлять в начало каждого метода. А если мы забудем какой-то метод указать, что тогда будет. И, в общем, это все некрасиво. И это как раз задача для аспектно-ориентированного программирования. Которая каковое, значит, оно существует само по себе безо всякого спринга, как понятие. И в Java, значит, оно возможно при помощи всяких АОП-фреймворков. Но в спринге, в частности, АОП-фреймворк свой встроенный. Поэтому, так как спрингом и так все пользуются, то если вдруг нужен АОП, то в основном пользуются именно спринговым АОП. Значит, типичная задача, где она бывает нужна. Я уже часть перечислил. Все, что касается логирования, все, что касается безопасности, управления транзакциями. То есть вы можете хотеть помечать какой-то метод как transactional. То есть мы начинаем этот метод, значит, мы хотим открывать транзакцию, что-то делать. И если выскочил exception, то, пожалуйста, транзакцию откати. Но если мы работаем с транзакционными базами данных, с реляционными транзакционными, то там это как раз таки возможно. И что хорошо, АОП здесь спешит на помощь. И что еще лучше, в стандартных библиотеках и в том же спринге уже есть много готовых АОП-решений, которые уже написаны и которые сводятся просто к тому, что вы вешаете волшебную аннотацию над вашим методом, и все начинает здоровски работать. Небольшой экскурс в АОП. Опять же, лучше всего это делать на практике. Но я сейчас код покажу, как это работает. Лучше всего, когда вы сами чем-то попробуете. И так, может быть, такой наскоком за пять минут не расскажешь. Но основная идея, я думаю, вам сейчас станет ясна. И если с чем-то подобным вы столкнетесь, с какой-то подобной задачей, вы будете знать, что смотреть, по крайней мере, куда копать, что изучать. Значит, в АОП, вообще говоря, есть свои терминологии. Вот как в объектно-ориентированном программировании, там есть вот эти все инкапсуляции, наследование полиморфизм, вот это вот все. В АОП тоже есть своя терминология, которая независимо от языка, от имплементации, от фреймворка используется. И она еще, к тому же, непонятно, как переводить ее на русский язык. Поэтому она по-английски. Значит, у нас, во-первых, есть join point. Это место, в которое мы вмешиваемся. То есть место, в котором мы модифицируем выполнение кода. И, значит, в реализации спринга АОП join point – это всегда вызовы методов. То есть мы не можем вмешаться, допустим, в начало какого-нибудь цикла или какой-то строчки в середине метода. Не можем, но как бы сам вызов метода перехватить мы можем. И что-то сделать вокруг него, или вместо него, или после него, или до него. И вот то, что мы делаем вокруг, или вместо, или до, это называется advice. То есть это тот код, который впрыскивается и выполняется в join point. Различным образом. И есть еще у нас point cut. Point cut – это то подмножество join point, которые мы определяем. То есть мы можем сказать, что, пожалуйста, впрыскивай этот код во все геттеры, то есть во все методы, названия которых начинаются со слова get. Или впрыскивай это. Ну, чаще всего так и происходит. Чаще всего мы в Java ориентируемся на аннотации. Это наиболее устойчивый и хороший способ. Применяй вот этот вот advice ко всем методам, которые помечены определенной аннотацией. Это наиболее часто употребимая штучка. Ну и, соответственно, у нас имеется advice, и когда мы связываем с point cut, мы определяем, что и когда будет работать. Когда у нас advice и point cut соединены в единую штуку, получается аспект. Аспект – это разновидность класса. То есть у нас есть класс контроллер в системе, может быть. У нас может быть еще какой-нибудь класс. Вот у нас есть класс аспект, который просто занимается тем, что в нем есть point cut и вот эти вот и advices. И weaving – это процесс вплетения, он может быть различным. И target – это метод, чье поведение изменяет с помощью АОП. Значит, каким образом вообще АОП можно реализовать? Ну, во-первых, два основных способа, понятно, это статика и динамика. Статика – это мы берем и коды генерируем, просто берем исходники, одни Java код, и перед компиляцией на этапе кода генерации, на этапе, допустим, annotation processing, делаем другие Java классы, которые, собственно говоря, и будут потом компилироваться. Или чуть-чуть попозже это сделать на этапе byte кода. То есть взять byte код, проанализировать, ставить туда, значит, либо при помощи агента какого-то, да, либо на этапе инструментовки, собственно, класс файлов перед тем, как их джарник запаковать. Вот. И можно еще позже производить вот это вот weaving, это вплетение. Его можно производить в рантайме. И вот Spring, ну, так исторически получилось, что Spring, он ориентируется на рантайм, он, значит, использует динамический АОП. Достоинства и недостатки, я думаю, понятны. То есть в случае с рантаймом мы имеем, ну, некоторый оверхед, потому что при выполнении метода будет иногда лишнее выполняться. Но оверхед, в общем-то, небольшой. А преимущество то, что простота. Не надо ничего делать ни с byte кодом, не надо ничего делать с исходниками. Мы можем работать с любыми классами, которые мы подгрузили внешне из библиотек, и, допустим, мы их не инструментовали, или не можем их инструментовать, или их запрещено инструментовать. Но мы можем, тем не менее, в рантайме оборачивать это все в прокси и работать. Вот. Поэтому АОП Spring Geo, он динамический. И делает он это за счет проксирования. Я в прошлом занятии рассказывал, что такое проксирование, даже показывал код. Он у меня, правда, не заработал, потому что там был баг. Но я его пофиксил, и те, кто качает с гитхаба мои примеры, тот пример уже работает. Это такой АОП на коленке. Действительно, мы сделали там аспект своего рода, который методы, помеченные бенчмарк, действительно измеряет премии их выполнения. Но тот АОП, который не на коленке, он работает по тем же самым принципам. Но, может быть, другие библиотеки используют. Немного более, немного, а сильно более продвинут по своим функциональным возможностям. Но принцип тот же самый. У нас имеется таргет, тот самый класс, который уже создан, инструментован, и на котором выполнен постконстракт. После того, как все это выполнилось, этот класс превращается в таргет, который начинается оборачиваться в прокси. Прокси-объекты, которые тот же самый интерфейс имплементируют, что и мы попросили, тот того же самого класса, но при этом они, вообще говоря, не являются инстансами класса имплементации. И этих прокси их может быть много. Они, как матрешка, могут в несколько слоев накручиваться вокруг таргета. Это нормально. Одни что-то одно инструментуют, другие что-то другое. Да, и работа именно такая. Вызвали какой-то метод. Значит, если PointCut сработал, то мы вызываем Advice и потом таргет, в зависимости от того, какого рода это, значит, PointCut и какого рода вообще у нас Advice. Если не сработал, мы просто вызываем метод на таргете и ничего с ним не делаем. Я покажу сейчас пример, как это все работает. Значит, соответственно, для того, чтобы АОП заработал, нам необходимо в конфигурации сделать такой Enable Aspect J Auto Proxy. Он включает BIN Post Processor. Тут мы впервые услышали слово BIN Post Processor, но мы сейчас узнаем, что это такое. Как вы, наверное, догадываетесь, на самом деле, BIN Post Processor Spring G — это штука, которая выполняет вот это. Ну, она выполняет вот это, либо вот это. Вот эти вот, на самом деле, Configurer и Proxy Configurer. Конкретно в Spring G — это BIN Post Processor, которые занимаются инструментовкой BIN. Сейчас мы поточнее дадим определение и даже покажем, как свой собственный написать. Соответственно, по умолчанию Spring ничего не знает, если не включить соответствующий конфигуратор. А как его включить? Ну, понятное же дело. Сделали аннотацию, как бы аннотация прочиталась, BIN Post Processor поднялся, и он теперь умеет. И выглядит это вот так вот. То есть, смотрите, аспект, он должен являться компонентом. Как я говорил, DI — это такая фрактальная штука, она использует сама себя для того, чтобы саму себя конфигурировать. Как вы понимаете, вот я уже произнес слово BIN Post Processor, и как вы, наверное, уже догадываетесь, BIN Post Processor — это сами по себе BIN, сами по себе компоненты. Это компоненты, которые инициализируются Spring GOM, просто они инициализируются в первую очередь, и потом используются для инициализации других компонентов. То есть DI постоянно на всех уровнях повторяет сам себя. Поэтому если мы хотим аспектов, то аспект тоже должен быть BIN, то есть компонентой. Поэтому пишем компонент, чтобы Spring понимал. Мы пишем аспект, чтобы уже аспектное, а оп, как бы фреймворк понимал, что это аспект, а не что-то там. И пишем, собственно, аспект. Вот это вот у нас PointCut. И здесь у нас, вы видите, в кавычках выражение на определенном формальном языке. Ну, этот язык надо изучить. Просто есть документация, его можно изучить. Но в данном случае говорит само за себя. Если аннотация, бенчмарк присутствует над методом, то тогда, значит, у нас какой здесь раунд, то есть эта штучка будет выполняться вокруг вызова. И что это означает? Что мы можем сделать некие шаги, вот здесь вот printf, бенчмарк, бла-бла-бла, до вызова. Потом вызов произвести. Вызов производится вот этим вот, joinPoint.proceed. И после того, как он получил ретвал, мы не знаем, что это за тип. То есть для нас это object. Хотя для тех, кто вызывал, это вполне определенный тип. Выполняем какие-то шаги после и возвращаем этот ретвал. Просто, значит, давайте я уже покажу код, чтобы было попонятнее. Смотрите, вот у меня тот же самый пример, что и на прошлом занятии, но только написанный не на самодельном спринге, а на настоящем спринге. Значит, что мы видим? Какую разницу? Тот же самый класс main, только над ним висит component scan. Я уже в прошлый раз говорил, component scan говорит, что он будет вот в этом пакете искать компоненты. А компоненты это могут быть и бинпост-процессоры, и просто компоненты, они же сервисы, они же контроллеры, что там еще есть, registry. Вот. Там же и аспекты. То есть все, что помечено волшебными аннотациями, будет сканироваться. Значит, enable aspect G, autoproxy, волшебные аннотации, без которых в спринге никуда. И мы получаем вот этот вот annotation config application context, которым мы скармливаем точку входа. Точкой входа является main class, над которым висят вот эти все аннотации, так что спринг понимает, куда дальше искать. И вот это у нас есть суть фабрика любых объектов. И мы можем здесь получить какой-то робот-лекчер, наш корневой бин, значит, и заставить его читать лекцию. Давайте заставим его читать лекцию нашего робот-лектора. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Он читает лекцию. И если мы сюда провалимся, то мы здесь видим следующие вещи. Во-первых, мы видим private final поля, lecture и speaker. Каковые поля, значит, мы используем так, как будто они уже проинстанцированы. Я думаю, вам уже не надо объяснять, почему мы ими пользуемся, хотя на вид они нигде не инстанцируются. Я думаю, что кто-то из вас сейчас размьютится и объяснит, что здесь происходит. Смотрите, аннотации autowire тоже нет. Ну, кто внимательно следит за руками и за кодом? Тут есть конструктор для всех. Да, все правильно. Тут есть конструктор для всех, который создан ламбоком, и, соответственно, в этот конструктор по типам аргументов будут подпихнуты lecture, speaker и слайд-шоу. Абсолютно верно. Но у нас также есть и inject random int. Inject random int – это аннотация наша, это аннотация не спринговая, но которая, однако же, сработала. Она сработала, потому что мы написали свой бин-постпроцессор, который имеет понимать эти аннотации. Сейчас я покажу его. И, кроме того, заметьте, что он замеряет время выполнения показа слайда. Как он замеряет время выполнения показа слайда? Если мы пойдем в слайд-шоу, у нее есть имплементация. Над методом шоу в этой имплементации висит аннотация benchmark. Аннотация benchmark – это, опять же, наша аннотация. Это нестандартная аннотация. То есть мы должны как-то нашу систему с этой аннотацией дружить. Как мы ее заставляем дружить с нашей аннотацией? Путем benchmark-аспекта. Видите, это компоунент. Этот компоунент попадает… Как об этом компоуненте узнает Spring? Потому что он попадает в компонент скана. Никакой магии. Все очень четко. Если у вас что-то не работает, что-то не инстанцируется, какие-то бины не появляются, сразу подумайте. Так, откуда Spring может знать, что этот бин вообще откуда-то взялся? И вообще говоря, он это делает компоунент сканом. То есть окей, забежали сюда. Забежали, значит, аспект. И вот здесь у нас имеется этот around – annotation benchmark. А дальше я уже показываю. Здесь никаких… Опять же, ничего такого нет. К нам прилетает этот join point. Join point мы можем… Эта строчка, она эквивалентна обычному вызову метода на нашем таргете и возвращаемому результату. А здесь мы делаем что-то до, и здесь мы делаем что-то после. Если вернуться к слайдам, то advices бывают разных типов. В нашем случае advice типа around, но он такой, наиболее общего вида, что ли. Но может быть advice before, то есть когда мы перехватываем аргументы, которые пришли в метод, что-то можем делать с этими аргументами или можем метод не вызывать. Потом вызываем метод, и дальше что будет, то будет. Бывают after returning и after throwing. Это специальные advice, значит, для случаев, когда мы перехватываем возвращенный результат и можем его подмодифицировать, либо перехватываем возвращенные исключения. И after – это общий случай, который как нормальное завершение, так и exception перехватывает. И, наконец, есть advice around, самый сложный, но он и самый могучий, потому что вы можете что-то поделать до, вы можете что-то поделать после, вы можете вызывать target-метод, не вызывать, делать что-то другое вместо вызова target-метода. В общем, любую историю произвести. Давайте теперь быстренько покажем, как BIN постпроцессор свой создать. Почему это бывает нужно? Бывает это нужно, если мы хотим действительно какую-то собственную нестандартную инструментовку обеспечить, либо какие-то свои аннотации придумать, которые хороши для вашей предметной области, для вашей программы, и вы хотите Spring научить работать с вашими собственными аннотациями. В данном случае эта аннотация у меня в примере inject-randomint, у которой два параметра, минимум, максимум, и которая вам породит случайное число. Что мы будем делать? Мы будем писать BIN постпроцессор. И что такое BIN постпроцессор? Это некий интерфейс, видите, просто public interface BIN постпроцессор. Юрген Хюллер 10 октября 2003 года аж написал. И у этого интерфейса два метода, причем они, видите, дефолтные. По умолчанию они ничего не делают. Вернее, они взяли BIN, и они возвращают тот же BIN без изменений. То есть если вы имплементируете BIN постпроцессор, вы вольны один из двух методов переопределить. То есть вы можете переопределить один метод, другой метод или оба метода. Вольны ничего не переопределять, но тогда смысла в этом не будет никакого, потому что у вас будет BIN постпроцессор, который ничего полезного не делает. И что это за методы такие? У интерфейса BIN постпроцессора есть два метода. Один называется post-process before initialization, а второй называется post-process after initialization. И вот то, что на этой диаграмме показано конфигурер-конфигурер, цепочка конфигуреров, это на самом деле все BIN постпроцессоры, которые собрал Spring в один список. А помните, несколькими слайдами раньше я показывал, как легко в Spring GES заинжектить список всех BIN-ов, имплементирующих данный интерфейс. Так вот это пример использования такого паттерна, chain of responsibility. Он берет все BIN постпроцессоры, какие у него есть, и над BIN-ом вызывает post-process before initialization каждого BIN постпроцессора. Потом выполняются post-констракты, это уже методы не в BIN постпроцессоре, а это методы в самом BIN. А потом вызывается еще post-process after initialization. Видите здесь логику? То есть если вот эту лесенку трансформации не понимать, не понимать, откуда она взялась, почему она именно такая, то может показаться, что это очень сложно. Зачем там, что такое before initialization, что такое авто, почему их так много, когда каким пользоваться. Вот если у вас в голове вот эта вот картинка, то вы точно понимаете, для чего, зачем и когда чем пользоваться. То есть вы знаете, что в конструкторе у вас ничего не заавтоварено. Вот здесь у вас заавтоварено, но вроперы еще не накручены. Поэтому если вы какой-то аспект повесили над вашим методом, и этот метод вызываете в post-констракте, не ожидайте, что аспект сработает. Аспект не сработает, и вы должны понимать, почему это происходит. Потому что post-констракт вызывается до того, как происходит накручивание проксей над BIN. Соответственно, вот так вот. И как может… Ну там еще в Spring есть своя история относительно того, какой приоритет, какие из них раньше вызываются, какие позже. Но я вот в эти дебри уже лезть не буду. Основная идея очень простая. Мы создаем нечто, что имплементит BIN постпроцессор. Это компонент, тупо компонент, так же, как и любой ваш другой BIN. И Spring должен знать, что это компонент, естественно, потому что он его должен поднять. Поднять его в первую очередь до того, как он начнет другие BIN поднимать. И в данном случае мы решили сделать, переопределить метод post-process before initialization. И дальше у нас классический код, который использует рефлексию. Код, который мы уже третью лекцию подряд смотрим на экране. Мы получаем все филды данного объекта. Если от филдом висит аннотация inject random int, вот она, эта аннотация, то, если она там висит, то, соответственно, мы получаем у нее параметр min, мы получаем из нее параметр max, вот таким вот образом. Используем thread local random, чтобы соорудить, собственно, то случайное число, которое мы хотим соорудить, и запихиваем его в этот филд, делая его set accessible через рефлексию. И таким образом вот это подпихивание происходит, и bin post-процессор работает. Соответственно, я надеюсь, вы теперь понимаете, что нет ничего страшного в понятии bin post-процессор в Spring, и собственные bin post-процессоры вы писать вполне можете. И собственные bin post-процессоры, и собственные аспекты. Тут уже решайте, что для чего вам лучше. Да, вот тест. У нас же есть еще тест. Давайте его прогоним. Смотрите, у нас, когда мы пишем спринговые тесты, мы уже хотим тестировать порою автовайринг наших компонентов, то, какие компоненты нам дает Spring. И в этом смысле один из способов, если вы используете Spring, но не используете Spring Boot. Spring Boot я чуть-чуть покажу. То есть это более низкоуровневая история. Хотя сейчас, наверное, пожалуй, не встречается приложений, не пишется, которые бы использовали Spring, но не использовали бы Spring Boot. Значит, вы экстендите ваш G-Unit тест при помощи Spring Extension. Вы прописываете некую конфигурацию. В данном случае это тестовая конфигурация, которая является корневой для данного теста. И вы говорите, что, допустим, вместо лекции, когда нам понадобятся лекции, видите, это всего лишь на всю конфигурацию. Вы можете что-то сюда заимпортировать. Вы можете сказать ему, вот бери вот это. Вы можете здесь прописать бины, которые вы хотите получить. Допустим, верни мне лекцию явно вот так вот сконструированную, а в качестве спикера верни мне mock. Что такое mock, я вам рассказывал несколько лекций назад на Makita. То есть mock-имплементацию интерфейса спикер, который просто ничего не делает, но которую мы можем проверять, потому что, значит, где тут у нас спикер? А, вот, смотрите. Значит, я просто… Это такой исчерпывающий пример того, как мы можем Spring тестировать. Во-первых, мы можем заавтоварить лектора в поле тестового класса. Это чаще всего так делается. Я, может быть, напоминаю, а может быть, для большинства, я думаю, даже впервые прозвучит. Если у нас в JUnity в тестовом классе несколько методов, когда они выполняются, при инвокации каждого из тестовых методов создается новый экземпляр этого класса. Вот. То есть не надо думать, что поставив вот этого лектора здесь, вы можете расшарить между разными тестовыми методами состояние этого лектора. Нет, не можете, потому что каждый раз будет новый создаваться вместе с этим самым классом. И вы можете также автоварить в параметры тестового метода что-то. И в данном случае какой спикер-то подставится в качестве автоварит параметра? А тот, который прописан в тестовой конфигурации, в данном случае это моховый спикер. Не настоящий, а моховый. И в данном случае мы хотим проверить тот факт, что один раз заинвоцировался метод спик у спикера с параметром бар, и еще один раз он заинвоцировался с параметром бар-бар. Откуда мы это возьмем? А мы это возьмем от того, что нашу лекцию тестовую мы вот таким вот образом собрали, что первый раз это будет бар, второй раз бар-бар. И это будет проверка. То есть мы наши тесты таким образом отвязали от чего? От конкретной имплементации спикера. То есть спикер может быть разный. Он может в интернет вещать, он может через громкоговоритель вещать, текстом, видео, аудио, спикер. Нас это не интересует. Нас интересует то, что мы его заставляем вещать, передавая ему определенные аргументы. Это то, что мы тестируем. И мы это действительно тестируем. То есть благодаря Mock'ам и благодаря Spring'у вы можете потестировать разные куски вашего приложения. Но вообще говоря, конечно, это заслуживает отдельной даже не лекции, а может быть нескольких лекций. Но время у нас ограничено. И давайте перейдем к его величеству Spring Boot'у, который сейчас в Java Backend Development процветает, используется повсеместно, и он прям очень широко применяется. И, скорее всего, вы с ним столкнетесь. Ну, у каждой технологии есть, естественно, свой расцвет, свой упадок. То есть когда вы станете профессионалами, может быть, что-то другое будет. Но я думаю, что Spring Boot с нами еще долго будет существовать. Значит, смотрите, откуда идея вообще взялась Spring Boot'а. Вот у нас есть DI в наших программах. Это значит, что мы создаем какие-то классы, помечаем их как компоненты, укладываем в какие-то папки, эти папки сканируем, и оно работает. Но хорошо, если мы пишем одну программу всю жизнь. А если мы пишем много программ? А если мы, значит, встали на тропу писания микросервисов, когда у нас, значит, наш продукт, он раздробился на маленькие сервисы, каждый из которых это, значит, независимый какой-то маленький проектик, относительно маленький. И так оказывается, что в наших микросервисах или в наших многих программах, которые мы пишем, есть много такого поведения, которое повторяется от одного к другому. Ну, например, если все это наши микросервисы, они должны работать по HTTP как HTTP сервисы. То есть в них должна быть возможность по HTTP протоколу принимать, отдавать сообщения. Или, допустим, они все должны уметь, не знаю, метрики какие-то отдавать. Ну, как им вообще хорошо сейчас, насколько они сейчас нагружены. Они все должны уметь логировать. Они все должны уметь работать с базой данных. Понятно, что это некий такой аспект их работы, который у них у всех. Они все должны уметь работать с кэшем, с каким-нибудь Redis. Ну, или все, или часть из них. И понятно, что вот эти вот аспекты, connectivity к какому-то типу базы данных, способность служить сервисом, может быть, способность быть command-line-интерфейс программой. Who knows? Это как бы разные аспекты. Их хотелось бы выделить как-то отдельно и переиспользовать. Более того, наверное, хотелось бы их выделить на уровень фреймворка, чтобы их можно было переиспользовать. И более того, как бы Spring как раз это позволяет сделать, потому что если мы подключаем какие-то бины в наше приложение, инсталируем бины так, что он запустится и будет работать, то это прям замечательно, потому что этот бин может оказаться, например, ответственным за то, чтобы работать как сервис. И мы можем его заинжектить, потом и что-то как-то подергать, и что-то с ним поделать. То есть все сводится к тому, что нам бы хотелось простого способа затаскивать в наше приложение бины, Spring'овые бины. И вот вместе с таким простым способом, плюс гигантским набором, просто гигантским набором вот этих стандартных бинов или стартеров, которые вы можете затаскивать, появился Spring Boot. И это вот прям действительно такие кирпичики, из которых сейчас легко микросервис нафигачить очень просто. Значит, ну давайте я вам, наверное, просто код покажу уже. Еще слайды гонять. Простой Spring Boot Example. Значит, это все идет по пути упрощения. Смотрите, у нас теперь здесь не написано никаких scan packages. Здесь написано Spring Boot Application. Еще у нас здесь есть Spring Application Run. Что-то оно возвращает. Что оно нам возвращает? Оно нам возвращает некий контекст. На самом деле это контекст. Но мы этот контекст не используем. Помните, мы в предыдущем примере использовали этот контекст, чтобы поднять робота-лектчерер, и говорит, так, робот-лектчерер, жги там свои лекции. Но здесь мы этого не делаем, потому что один из бинов, который поднимется, это будет в данном конкретном случае, это будет веб-сервер, который будет работать. Собственно, все. Как это сделать? Ну, такой классический способ заключается в том, чтобы, если мы в Mavine работаем, указать parent Spring Framework Boot. У него вот здесь version 2.2.1 релиз. Если мы пойдем сюда, то у нас есть где-то dependencies, где-то dependencies, вот он, в котором, смотрите, что есть, огромное количество версий Kafka, Kotlin, Liquibase, Lombok, Mavine плагины, Quartz и так далее, и так далее. И здесь у нас что? Здесь у нас 3000 строк кода. Значит, что это такое? Это dependency management. Это как бы тот набор стандартных кубиков, стандартных кирпичей с их версиями уже каким-то образом протестированы, то есть этим всем занимается Spring Boot за нас, которые мы при желании можем в наше приложение затащить. Вот используя вот этот parent, мы дальше говорим, хорошо, дай мне, пожалуйста, dependency Spring Boot Starter Web. То есть сделай мое приложение веб-сервисом. И смотрите, я здесь не пишу версию. А почему я не пишу версию? Вот, кстати говоря, Mavin плагин обычно в идейке подсказывает, но здесь он что-то не подсказывает, что обычно Mavin ругается, то есть если вы указываете dependency без версии, то Mavin ругается, потому что вы указали dependency без версии. Но здесь он не ругается. Почему? Потому что версия уже находится в dependency management, то есть она наследуется dependency менеджмента, который находится в вашем parent-помнике. Вот. То есть вы просто указали вот этот вот parent-помник про то, что это вот Spring Boot приложение, а дальше вы говорите, я хочу, чтобы мое Spring Boot приложение было веб-сервисом. И оно становится веб-сервисом. Значит, смотрите, кода очень мало. Здесь написано Spring Boot Application. Здесь мы затянули эту зависимость. Как же нам сделать этот сервис? Вот очень просто. У сервиса должен быть контроллер, который связывает вызов по какому-то урлу с вызовом того, что есть. И контроллер, вот он так вот пишется. Ну, тут надо знать эти аннотации. REST контроллер говорит то, что это контроллер. И как бы REST контроллер, он где-то, где-то имеет аннотацию контроллер, видите? А контроллер имеет аннотацию компонент. Видите? То есть в конце концов, хотя мы здесь пишем REST контроллер, мы понимаем, что это тот самый обычный spring-овый BIN, с которым произойдет все то, о чем я сейчас рассказывал. То есть это BIN. Это компонент. А здесь уже вот эта магия. GetMappingHello. Значит, у Hello должен быть обязательно name, и он потом скажет привет, мир. Давайте запустим, посмотрим, что будет происходить. Так, нет, это я не то запускаю. Это я робот-лекчерер запустил. Давайте вот этот вот main запустим. Вот. Очень мало строчек кода. То есть мы сейчас сделали, по сути дела, свой сервис, микросервис даже, не побоюсь этого слова, при том, что кода-то очень мало в нем. Вот он такую, этот Spring Boot всегда такую красивую, значит, выдает штучку в логе, ее можно, кстати, свою подставить. Что он там нам сказал? Тамкат старт этот порт с 88. Какой тамкат? Вы же, небось, даже не знаете, что такое тамкат. Но кто-то может и знает. В общем, я его тут не ставил, но он автоматом у меня затянулся в приложении и поднялся. Значит, давайте сейчас. http localhost 8080 hello. Сейчас просто вот hello без имени. Что будет? А будет у нас статус 400, bad request, потому что он ждет параметр name. И вот вся вот эта вот обработка, она на самом деле происходит имплицитно за счет того, что вот здесь вот у нас, видите, метод say hello request param name. Ну, то есть это метод в джаве, это интерфейс джавы, который превратился в интерфейс на самом деле веб-сервиса. Значит, Значит, name равняется мир. Он мне говорит привет, мир. Name равняется mfte. Привет, mfte. Вот. Собственно, это работает наш сервис, который мы только что буквально тремя строчками кода сделали и запустили. Так, что у меня тут по слайдам есть? Main class, контроллер, вот это вот я все написал. Сборка джарника. Значит, мало того, что мы это все запускаем в... Здорово, что мы это все запускаем в идейке, да, но ведь это же должно запускаться где-то на сервере. И опять же, Spring Boot нам дает замечательные инструменты для того, чтобы паковать джарники, которые удобно деплойить потом на сервер. Значит, вот такой вот джарничек, который собирается... Сейчас мы тут найдем ESpace challenge как называется пример Spring Boot example. Вот он. 17 мегабайт у нас весит. Не кисло так для Hello World приложения, правда? Но тут надо понимать, что в нем тамкат находится и вся вот эта вот машинерия. То есть, это готовый сервис. И мы его можем запускать, например, таким образом, sorry. Java минус джар. gdbc example snapshot 1.0 джар. Да, все правильно? Да. И вот он у нас запускается. Он в себе уже содержит тамкат. Никакой тамкат мы не ставим. В стародавние времена, когда были всякие сервлеты, ставился тамкат, тамкат запускались варники и так далее. Вот это все уже никто не делает. То есть, у нас имеется джарник, который выполняется через джава минус джар, а на самом деле еще немного спрингбутовой магии и эти джарники в буквальном смысле становятся исполняемыми. То есть, ты кладешь на линукс, просто пишешь точка слэш бла-бла-бла джар и он его исполняет. там хитрость, там впереди у него shell script, который все это дело поднимает. Ну, то есть, видите, он поднялся, он поднялся на порту 8080, будет делать все то же самое. То есть, вывод из этого какой? ctrl-c, я не хочу, чтобы ты мне сейчас этот порт занимал. Вот. Вывод из этой истории какой? Spring Boot это здорово, Spring Boot это просто и очень распространено. Тут вопрос возникает технический, ну а как же значит, вот эти все многочисленные стартеры, они понимают, как бы, где искать свои бины? Ну, очень просто. То есть, когда мы пишем Spring Boot стартер, опять же, каждый из нас может воспользоваться каким-то стандартным стартером, который идет стандартно в Spring Boot, а может написать свой собственный стартер, если вы хотите расшарить какой-то кусок функциональности между вашими приложениями, например, но чаще всего какие-то специфические метрики хотите отдавать куда-нибудь для мониторинга, и вот вы хотите, чтобы каждое приложение отдавало эти метрики, вы пишите стартер. В стартере есть волшебный файлик Spring Factories, и файлики Spring Factories есть, собственно говоря, конфигурации, от которых пляшет, то есть сначала Spring Boot ищет вот эти вот файлики, а потом в этих файликах он находит имена классов, которые он использует как конфигурацию для зацепки, для того, чтобы создавать вот эти вот самые бины. Так, Spring Boot Test, наверное, можно показать. Давайте покажем, у нас есть немножко времени. Здесь другой пример, который называется, у меня в папочке называется Spring JDBC Example, на котором вы тоже можете поиграться. Он моделирует некоторое более-менее реальное приложение, взаимодействующее с базой данных. Соответственно, у вас имеется слоистая архитектура, то есть у вас имеется контроллер, который принимает запросы от фронт-энда, какие-то реагирует. Но суть контроллера только в том, чтобы этот запрос принять и дальше дернуть сервисный слой. То есть, ну вот, например, информацию про конференцию, там у него есть пут и гет, какие конференции есть и какую-то новую конференцию положить. Это просто пример. Значит, соответственно, в данном случае он здесь не делает ничего. Ну, что обычно в контроллерах делают? Может быть, мы делаем что-то связанное с проверкой прав доступа или какую-то вещь, но на самом деле контроллерный слой, он очень простой. Его задача связать URL с вызовами уже слоя, которые внизу. Вот здесь он дергает DAO-слой, в данном случае Safe Conferences, и вот этот DAO-слой, значит, каким образом он работает? Видите, здесь аннотация репозитори, все это есть суть Spring BIN, опять же, я повторяю, тут вы всегда можете проверить, главное, что это Spring BIN, вот таким вот образом, прокликов аннотации на каком-то из уровней, обнаружив, что здесь есть, оказывается, нотация component. что она здесь делает? здесь она инжектит, видите, здесь не используется ламбок, здесь через конструктор инжектится GDBC template, это уже настоящий GDBC template, не игрушечный GDBC template, который я показывал, каким принципом он строится в восьмой лекции, а уже самый настоящий. но который работает точно так же, как наш игрушечный. Значит, мы сюда передаем execute и передаем некую лямбду, значит, из, во-первых, мы передаем запрос с параметрами, а во-вторых, мы передаем некую prepared statement callback лямбду, которая, значит, будет отвечать за то, что мы делаем с нашим prepared statement, когда он соберется. то есть смысл вот этого GDBC темплейта в том, я замечу, что переменная PS prepared statement, она даже как не prepared statement, а prepared statement callback, мы ее сами не создаем, сами не разрушаем, мы ее получаем как параметр лямбды, а Spring сам заботится о том, чтобы создавать, закрывать, вот это вот final try with resources, вот это все делается там под капотом. мы в это не вмешиваемся, наша задача просто сказать, что получили prepared statement and come ball, callback, пожалуйста, значит, что там, по insert, вставь параметры, выполни, верни null, но в данном случае, потому что нас не интересует результат, мы insert. а здесь уже другая история, здесь мы получаем все конференции, значит, соответственно, сделай select, набери результат в виде набора set conference, вот, и верни этот результат. Таким образом мы можем делать тесты. Опять же, ну, очень печально, что мало времени, я не смогу сказать, грамотный подход, но давайте сразу скажу, что тесты могут быть разного уровня гранулярности, начиная от тестов, которые тестируют какие-то методы, какие-то вызовы методов классов, какие-то простенькие классы, юнит-тесты, они обычно называются, к тестам, которые тестируют все в более-менее сборке, все более и более крупные куски вашего кода. И, значит, есть такая известная концепция пирамиды тестирования, есть там разные подходы о том, из каких слоев она может состоять и вообще есть ли у нее слои, но суть в том, что есть некий спектр, на самом низком уровне мы тестируем самые маленькие кусочки кода, на самом высоком уровне мы тестируем систему как таковую, как бы вообще работает она или нет. И все тесты нужны, вот, просто в разных количествах, как вы понимаете, и мы можем этого добиваться, опять же, ну, Spring нам здесь помогает. Что у меня здесь есть за пример? У меня есть, смотрите, отдельно тест контроллера и отдельно тест DAO слоя. Отдельно я тестирую контроллер слоя, не зная ничего про имплементацию DAO слоя, заменяя его моками, и отдельно я тестирую DAO слоя, не зная ничего про имплементацию контроллера, заменяя, там контроллер не надо моками заменять, мы просто дергаем методы DAO слоя и смотрим, как он работает. Для того, чтобы тестировать контроллер, есть такая замечательная штучка mockmvc, которая позволяет нам имитировать вызов нашего сервера, нашего сервисного метода извне. То есть, какой-то наш клиент из браузера или курлом или при помощи какой-то Http-библиотеки шлет нам какой-нибудь get или put или post запрос. Но чтобы тестировать вот это поведение, у нас есть mockmvc, который просто говорит, в данном случае это у нас put, а что мы еще могли бы сделать? Могли бы мы еще бы, например, get сюда поставить или, например, post. То есть, это тот самый verp, HTTP-verp, который подается. Все параметры создаем и потом проверяем. Проверяем мы, что статус вернулся окей, а дальше наш Makita verify проверяет, что save conferences, вот это наш conference DAO вызвался один раз. вот видите, здесь даже мы просто пишем mockbin и нам замечательный Spring Boot вместо conference DAO настоящего, который надо конфигурировать, который долго поднимается, который сложный, но который мы не тестируем. Мы хотим протестировать просто, что его метод будет инвацировать. Поденяет нам некий mockbin, который мы можем проверить, что просто его метод был вызван и все замечательно. Давайте попробуем запустить этот тест и посмотреть, как же он собственно работает. да, вот этот зеленый тест. И вторая история, которая у нас здесь есть, conference DAO тест. Что у нас здесь в конфигурации? здесь мы используем GDBC template, который использует data source на основе базы данных H2. То есть, вместо того, чтобы подсунуть настоящую базу данных, которую надо разворачивать, которую необходимо там что-то с ней делать, как-то подключать к тесту, хотя и с этим тоже проблем нет. Есть библиотека test containers, которая вам позволяет легко настоящую базу данных в докере поднять рядом с вашим приложением, запустить и опять же подсунуть там как BIN с нее data source и тестировать уже с настоящей базы данных. Но это медленный процесс, time consuming, ресурсы емкие. Если вы уверены, что H2, а H2 это такая in-memory база данных, которая тоже реализует SQL, если вы уверены, что ваш SQL одинаково будет работать на H2 и на какой-то другой базе данных, то можете пользоваться H2. И это неплохой такой стартовый выбор. Вот здесь вот как раз подсовывается база данных H2 и собственно говоря давайте запустим наш тест на H2. Что он делает? Он создает коллекцию тестовых спикеров, в данном случае их вот четыре Егоров, Толкачев, Борисов, Валиев. Значит, и сохраняет эту коллекцию через свой вот этот DAO-слой. Дальше мы получаем спикеров через этот DAO-слой и проверяем, что как бы те спикеров, которых мы сохранили, тех же мы и получили. Это вот сейчас был пример более-менее реалистичного такого задела под более-менее реалистичное приложение сервис, работающий как веб-сервис с одной стороны и работающий с базой данных с другой стороны. То есть слои у нас есть, у нас имеются тесты через Moki, у нас имеется значит embedded Tomcat, который мы затянули через Spring Boot Starter, потому что мы сказали, что наше приложение должно работать как сервис и все вот это работает. В общем, пришла пора закругляться. На самом деле видно, что мы дошли до того момента, который уже можно было бы еще много учить, но то, что я показывал сейчас, последние минут 40-то уж точно, оно выходит уже за скоп того, что называется Core Java. Ведь наши лекции называются Core Java, то есть сама по себе Java и библиотеки, входящие в ее состав. И в этом смысле, конечно, то, что я рассказал про Spring и Spring Boot, это скорее исключение, но просто потому, что это очень часто употребимые фреймворки, которые очень часто на практике встречаются. Некоторые слова напутствия и некоторое подведение итогов, которые я бы хотел сказать по 14 нашим лекциям. Пункт первый. Хотя я старался брать самые свежие версии библиотек. Хотя мы сейчас рассказывали как бы на Java 11, которая сейчас считается современной, модной, замечательной, не все на нее мигрировали. но все, что я рассказал, оно уже лекцией. Даже не завтра стало лекцией, а уже сегодня стало лекцией. И тем более это лекцией в масштабах вашей карьеры. Потому что сейчас вы закончите этот курс, потом вы будете заканчивать вуз, потом вы будете работать, естественно, и все это останется где-то далеко в прошлом. Java в последнее время просто с семимильными шагами развивается. Не только Java с технологией вообще. Вот видите на этом слайде у нас мы работали на 11 Java, но вообще актуальная версия 15. Но это правда не LTS версии, на них никто не пишет код продакшн, но на них экспериментируют. Но уже в сентябре следующего года будет Java 17 версии. И эта Java будет новым LTS. И в ней уже будут фичи, которые с нами еще на трехлетний LTS цикл. То есть 11 Java это уже такая прям супер современная Java. Сильно развивается синтаксис, то есть в какой-то момент поняли все, что язык или должен догонять конкурентов, или он просто умрет. Поэтому после какого-то периода застоя вот сейчас Java переживает период достаточно бурного развития. Модуляризация. Девятый Java, кстати, про модуляризацию я совершенно не рассказывал, но тому есть причина. узнаете уже из других каких-то источников. Type Inference это я рассказывал, Switches Expressions это я рассказывал в самом начале, Multiline Strings тоже рассказывал, Records я про эти штуки рассказывал. Они пока недоступны в 11 Java, но в 16 Java в следующем сентябре это будет LTS версия, все это будет уже доступно и всем этим можно будет пользоваться из коробки. Но более того, это уже то, что есть, но есть то, над чем постоянно работают. Я уже упоминал проекты Valhalla и Loom, которые исследовательские проекты, будущее которых потом будет замерзено в основную Java и будет использован. значит, проект Valhalla когда он реализуется сильно поменяет вообще наше представление о типовой системе в Java, то есть у нас появится value и reference типы, сейчас по сути дела value типы это только примитивы, а все объекты это reference типы, плюс у нас есть еще roper объекты типа integer с большой буквы. Так вот Valhalla нам обещает, что мы сможем строить value типы из наших классов, ну а соответственно в roper типа integer это будут просто так называемые reference проекции value типы, то есть у типа будет reference проекция и value проекция, это все сильно поменяет наше представление о том, как типы устроены, сильно подействуют, в первую очередь для чего это делается, для перформанса, конечно же, чтобы лишнего оверхеда не было по памяти, и все этого ждут, и тогда наконец-то возможно наконец-то мы сможем написать list от int маленькими буковками, а не list от integer, как мы пишем сейчас, и также project loom, который сильно поменяет ситуацию с concurrency в java, введя концепцию micro threading, то есть сейчас ситуация такая, что в java есть понятие thread-off, которые параллельно выполняются, но если мы хотим десятки тысяч thread-off использовать для сильно ветвистого кода, то это будет не здорово, потому что у нас будет много тратиться на overhead за счет создания этих thread-off. Тогда возникает концепция micro thread-ов, которых много на один несущий thread, между которыми быстро переключается контекст, и получается более хорошее использование ресурса процессора, и получается, что java снова начнет побеждать в плане concurrency, потому что говорят, допустим, java-скрипторы, которые на Node.js пишут, у нас thread-off всего один, но он быстро переключается между контекстами, и поэтому контекстов этих может быть очень много всяких, а вот вы в java, запуская каждый маленький вызов по одному трату, тратите больше ресурсов. Это действительно так, и Project Loom нам тут поможет. Потом Java это не только core Java, это некая вселенная вокруг нее, экосистема, она очень сильно растет и очень сильно расширяется. То есть Spring это, конечно, здоровая штука, в которой все есть, и в которой можно жить, и уютно жить, и до пенсии дожить Java-разработчиком на Spring, все оттуда получая, но не Spring едима. Сейчас очень модно набирают популярность так называемые micro-фреймворки, которые ставят свои задачи, исходя с названием прежде всего быстрый старт приложения. Для чего это нужно? Для того, чтобы Java начала работать в сервер-лес, это новая технология, когда нам какой-нибудь Amazon или Google продает не сервер даже, и не контейнер, в котором Linux бежит, а продает возможность запустить нашу функцию, нашу лямбду где-то, а где они сами решат, и мы платим за время, которое выполняется. В этом смысле значит, чтобы вот эти сервер-лес лямбды работали, нам нужно очень быстрое время старта. С этим хорошо у JavaScript, но пока плохо у Java, и вот сейчас ситуация меняется. То есть Java идет в сторону сервер-леса, и micro-фреймворки нам помогают в этом. Потом мы изучали Java language, но естественно Java это не только Java language, это JVM, это платформа, на которой есть много JVM-языков. И тройка специальных языков по JVM созданы это Groovy Kotlin Scala, каждый из которых чем-то знаменит, каждый из которых имеет кучу приложений, под каждого из которых требуются специалисты, каждый из которых сам по себе требует изучения достаточно долгого, и туда можно погрузиться. Вот. Поэтому на путствие. Но прежде всего хотелось бы вспомнить знаменитую цитату из Алисы в Зазеркалье, когда Белая Королева говорит, что тут такое странное место, что чтобы оставаться на месте ты должна бежать, а если ты хочешь куда-то двигаться, ты должна еще быстрее бежать. Вот в IT все так, все, что я сейчас рассказал, это все уже скоро будет сдано в утиль, как Legacy эти здания очень быстро устаревают. И здесь важно не то, что вы узнали, а то, какой импульс вы приобрели, чтобы бежать и дальше уже сами постоянно держать руку на пульсе, сами развиваться, сами смотреть, что нового происходит, какие возможности там Spring будет предоставлять, что там инструменты дают. Это непрерывное обучение новому, и без этого вы просто будете отбрасывать вас будет назад, и это очень сильный процесс, очень заметный, и я никому не рекомендую так делать. Книжки. На первой лекции я показывал все эти книжки, и я на последней лекции тоже их рекомендую. Если вы... Вот это толстое, это прям вот такой талмуд, значит, если вы изучаете Java впервые, но если у вас уже есть какая-то практика, и вы переходите к практическим каким-то занятиям, или если вы устроились на работу, я очень рекомендую в первые же годы вашей работы Java-разработчиком прочитать вот эти вот книги. Эффектив Java, Java Concurrency and Practice, они намного открывают глаза, это как бы люди, которые саму Java делали, пишут, как ею пользоваться, по-настоящему правильно, что имелось в виду, какие паттерны правильные, а какие неправильные. И Modern Java in Action это более сжатое, очень хорошим языком написанное описание того, что происходит в Java, начиная с восьмой версии, потому что там язык сильно изменился, и вот сейчас они пытаются подстроиться под новую Java, и книжка хорошая. Еще одно такое напутствие, которое не всегда есть возможность проговорить, но коль скоро мы уже подходим к самому концу, хотелось бы сказать, вы будущие разработчики, вы программисты, и профессия относительно новая, если бы вы учились на врачей в мединституте, то нас бы учили отдельно таким вещам, как профессиональная этика, и может быть кто-то что-то рассказывал, программистам никто ничего такого не рассказывает, но к сожалению, мы уже сейчас видим, что в 21 веке от работы программиста, от его ошибки или от его не ошибки зависит судьба и жизнь людей, точно так же, как от работы врача, и даже вовсе не обязательно быть разработчиком, не знаю, какой-нибудь системы управления Боингом или там имбедед системы, которая там в аппарате E-Vail работает, в этом случае, конечно, напрямую судьба человека зависит, но даже если вы пишете какую-то банковскую систему, которая считает какой-нибудь кредитный рейтинг, и оказывается, что она посчитала так, что нет, мы этому человеку не откроем счет и не дадим кредит, и как бы судьба человека меняется, а почему мы не откроем счет и не дадим кредит, а может быть это была программная ошибка вовсе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сейчас об этом задумались, что на самом деле ваша профессия она практически как профессия врача наступающих новых обстоятельств. Поэтому помните про хотя бы три штуки, которые на самом деле являются областью вашей ответственности. Это security, privacy и accessibility. Я уже говорил про security, когда на восьмой лекции рассказывал, вот вы пишете JDBC. И вот так вы можете устроить в запросе возможности SQL injection. И на самом деле вы как разработчик это не ответственность каких-то security ребят, которые будут ваши дыры в security залатывать. Нет. Если у вас есть представление об этом, то я спешу его развенчать. Они скорее всего не залатают дыры, если вы сами будете делать таким образом. От security происходит privacy. Это понятно. Все мы знаем, сколько сейчас утекает персональных данных, как это опять же влияет здорово на жизнь людей. И вы как разработчики на самом нижнем уровне за это ответственны. Вы можете подумать, когда вам дают задание, собирать какие-то сведения, надо ли собирать какие-то сведения, если явно нет задачи их собирать. например. И accessibility. Это немножко про другое, просто если мы делаем программы, с которыми взаимодействуют люди, мы должны все помнить, что не все из нас одинаково хорошо видят, слышат, одинаково хорошо могут передвигаться или имеют пять пальцев на двух руках. И в этом смысле, начиная от верстки какой-то в браузере, заканчивая логикой работы с формами, маленькая мысль ваша о том, совместим или то, что я делаю с теми инструментами, которые пользуются люди с ограниченными возможностями, может опять же повлиять на чью-то судьбу. Поэтому пожалуйста запомните и в общем это то, мне кажется, о чем должен эта тройка security, privacy, accessibility, то, о чем должен думать каждый разработчик. И за счет этого будет наш мир чуть-чуть лучше. чтобы быть в курсе того, что происходит, что делают люди сейчас и вообще чем сейчас занято сообщество ваших коллег, становитесь частью комьюнити. У Java замечательный комьюнити, широкий. Во-первых, есть джуги в Москве, в Питере и в Новосибирске, такие бесплатные сборища, которые там раз в месяц до Ковида проходили. Я думаю, что Бог даст еще и будут проходить. Во-вторых, конференции в России две замечательные конференции, на самом деле это три замечательные конференции. Две из них производит Джугру Групп, один организатор, и третью сообщество Новосибирское. На них выступают топовые спикеры, топовые ребята, которые делают саму Java, которые делают суперинструменты, какие-то написанные на Java. и от них можно прямо узнать все самое свежее и самое лучшее. Главное общаться с другими такими же, находить себе возможности для трудоустройства, находить идеи, как вам что-то улучшить в ваших проектах. Поэтому это замечательная штука. Ну и когда вся история закончится, приходите на московский Джуг, я думаю, как только откроются двери, правда, неизвестно, когда они откроются, но будем надеяться, что к осени следующего года, будем осторожны. Тогда же состоится московский Джуг, и вы туда приходите. А сейчас периодически происходят онлайн Джуги, онлайн какие-то метапы, которые абсолютно бесплатны, к которым можно присоединиться. Даже если вы не понимаете тему доклада, важно послушать в какой-то момент уровень или ту проблематику, которая волнует людей, чтобы оставаться в теме. На этом у меня все. Добро пожаловать во вселенную Джава. Всем желаю удачного Джава программинга и отличной карьеры в IT и в работе с Джавой. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Если есть какие-то вопросы, я могу поотвечать, но если нет, я все равно на них готов поотвечать, я всегда доступен. Всем спасибо за внимание, всем счастливо тогда. Пока-пока. Субтитры